граждане-избиратели, и 112 с небольшим, тех, кто имеет право голосовать. Напомню, я просто привожу статистику. Фактически при нашем опросе тогда около 80% опрашиваемых заявляли о своем желании прийти проголосовать. Но практически, вот посмотрите, реальная явка, высокая явка для нас, она отражает этот процесс. То есть люди были откровенны и искренне. Теперь в чем, я бы тоже несколько факторов назвала отличие, в чем главное отличие этих выборов от предыдущих? Не только по результатам. Я не смотрела, давали, да, сравнение на слайде или нет? Нет, да? Ладно. Ну, появки было, да? Ну, хорошо. То, что, конечно, степень воздействия, агрессивного воздействия была небывалой. Никогда мы это не испытывали. Всегда есть внешнее воздействие. На всех выборах мы это... Но мы к этому привыкли, это перманентный вопрос. Но степень воздействия, внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их, если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна. И, следовательно, помимо традиционных методов дискредитации выборов, были применены и несколько новые технологии. Ну, я начну с современной, процесс цифровизации, это ДДОС-атаки. Я уже говорила, еще раз повторю, там цифра немножко увеличилась, то более 12 миллионов кибератак за время, сначала кампании по выбору президента. Представляете, 12 миллионов ДДОС-атак. То есть это 150 раз больше, чем обычно на выборах. 150 раз. То есть это, еще раз, то есть... Вот тут я соглашусь с этим высокопоставленным европейскими и западными чиновниками. В этом Запад был един, как никогда, с Россией. Вот, как никогда. Организовались, самоорганизовались. Специалисты есть, службы есть, попытались, но не получилось. Вот даже с начала голосования до 8 часов сегодняшнего дня уже зафиксировано свыше 19 тысяч. 19 тысяч 800 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности. На сайт ЦИК России в том числе 10 абсолютно точных целенаправленных ДДОС-атак общей продолжительностью 41 минута. Вот было там 5, 10, 16, 41 минута. Ну, система отработала штатно. Слава Богу. Еще раз повторю для всех. Невозможно и слава Богу, что ГАЗ-выборы, система ГАЗ-выборы, куда стекаются все протоколы, вводятся результаты, она ни для каких кибератак не достигаема. Она всегда работала, работает и будет работать автономно от интернета. Сначала голосование было заблокировано, это тоже вот метод. Свыше 420 тысяч атак нарисуют на ресурсы ДЭК, дистанционного электронного голосования. Основным ударом подвергся непосредственно портал голосования. Именно хотели сорвать голосование. Вот тут я немножко отступлюсь и вот о чем скажу. Помимо традиционных методов дискредитации выборов, какая и новизна. Обычно, я думаю, что и во многих странах это знают. Ну, каким образом критикуют выборы, на что обращают внимание. Давайте контроль, а как там правильно ли считают, да, то есть большое внимание, чтобы ковидно было посчитано, чтобы там не пострадал кандидат, который более мил сердцу там западных наблюдателей и так далее, и так далее. То есть акцент все-таки делался, и акцент делался на приверженности к правовым нормам. Что вот надо соблюдать, надо контролировать. На этот раз все по-другому. И мы понимаем почему. Тоже давайте наши оппоненты, которые считают нас врагом, они далеко не идиоты. Они прекрасно прогнозировали, изучали и понимали, каковы могут быть результаты голосования. Это то, что их не устраивает. Поэтому делать акцент на контроле голосования, чтобы еще раз подтвердить высокий уровень поддержки, ну, как-то несподручно в этот раз. Поэтому акцент был сделан на двух вещах. И прогнозировалась высокая явка. То, что тоже не очень нравилось, тоже видели. Люди видели, в смысле, аналитики западные видели, как, собственно говоря, настроение людей тоже, послы здесь работают, тоже не идиоты. Все видят. Значит, акцент был сделан на двух вещах. Сбить явку, сократить ее. Что для этого делалось? Для этого постоянно использовались методы запугивания, посеять панику. Ничем не гнушались. Начиная от бесконечных прилетов, приграничных. Когда, вот буквально вчера с утра, 16 лет, девочка погибла в Белгороде, в Белгородской области. То есть это целенаправленные террористические прилеты беспилотников. Не по военным объектам, не по танкам. Это по жилым домам несколько... В Донецке неделю назад погибло 3 ребенка в одном доме. То есть это вот целенаправленные. И во время выборов у нас... Подорвали нашу коллегу, к сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было здесь? На ее место сын пришел работать в комиссию. Чем больше вот было таких террористических актов, устрашения, прилетов, ударов, к сожалению, погибли мирные люди, частью, тем больше люди в знак протеста решили идти голосовать. И посмотрите, именно там самые высокие результаты. Посмотрите, именно в приграничных нашей Белгородской области и других люди на себе испытали, что такое демократия в понимании Запада, который поддерживает то, что происходит на Украине. Это первое. Запугать. Не далее, как в начале марта, когда у нас были праздничные дни, 8 марта, запустили, как по команде, послы западных стран запустили информацию очень широко, что запугивающие, что здесь могут быть очень опасны. Пожалуйста, наши граждане не приезжайте, ну типа того, что ожидается что-то очень плохое здесь, могут быть разного рода теракты, в целях безопасности держитесь подальше от России. Это, естественно, волна, которая должна дойти до наших граждан, которые тоже должны были понять, что надо куда-то подальше. Какие-то выборы. Это вот один из аспектов тактики. И второй, помимо желания эту явку сократить, повлиять, каким образом повлиять на результаты, сложно. Ну вот была придумана технология, которая лопнула портить уже бюллетени людей, которые проголосовали. Ну, вы видели, во что это вылилось. Это жалкие совершенно попытки, да, когда использовали несчастных людей, закабаренных кредитами. От этих телефонных международных мошенников, которые, колл-центры, которые находятся на Украине. И которые приходили, пытались выливать зеленку, ну и так далее, и так далее. Вот отличия. Ну, теперь я, да, не буду больше на этом останавливаться. Результат явка 74,77,44. Это ответ. Теперь я хочу, да, покажите еще раз результаты голосования по стране. 75,932,111 избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель. В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56,426,399 избирателей. Сейчас почти 76 миллионов. Хочу обратить внимание, что на текущий момент, и это очень важно, мы всю ночь контролировали ситуацию, пытаясь малейший шорох отследить, что не так. Так вот, у нас нет информации, и не поступало, то есть раз не поступало, мы считаем, поскольку наша комиссия не очень в этом смысле дисциплинированная, оперативная, нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительных. Вот это тоже беспрецедентный случай. Ни одного случая такого сейчас нет. Но естественно, огромный масштаб работы. Понятно, что без шероховатости, без каких-то казусов обойтись не может. И мы, наоборот, их никогда не скрываем, наоборот, мы пытаемся их сами выявлять и быстро принимать меры. Что у нас было, что нам пришлось сделать? Всего в дни голосования по решению судов были отстранены от работы по всей России из почти миллиона, ну, где-то у нас под 900 тысяч членов участковых комиссий, 9 членов участковых избирательных комиссий, 1 секретарь участковой избирательной комиссии и 8 членов участковых избирательных комиссий в пяти регионах. В Республике Адыгея секретарь и членов комиссии, в Удмуртской Республике, в Московской Оренбургской областях по одному члену УИК, в городе Санкт-Петербурге 4 члена участковых комиссий. Поподробнее скажу об этом. В Республике Адыгея участковая комиссия номер 189 были отстранены секретарь комиссии и член участковой комиссии с правом решающего голоса, назначенные в состав комиссии по предложению политических партий ЛДПР «Новые люди», соответственно, которые после голосования вне помещения произвели незаконный ввод избирательных бюллетеней в приемное устройство комплекса обработки избирательных бюллетеней, то есть в электронную урну. Это было зафиксировано и их за это нарушение отстранили. В Удмуртской республике участковая комиссия номер 221 был отстранен член комиссии участковой с правом решающего голоса, назначенный в состав комиссии по предложению политической партии КПРФ, который предпринял попытку залить КАИП красящим веществом. Сама же партия КПРФ его и отозвала за... попался такой урод. В Московской области УИК номер 347 и Оренбургской области УИК номер 141444 были отстранены члены УИК с правом решающего голоса, назначенный в состав комиссии по предложению партии КПРФ. После выявления факта передачи имя персональных данных избирателей третьим лицам. То есть это прямое нарушение закона, у нас очень жесткий закон о персональных данных. В Санкт-Петербурге участковые комиссии номер 2144, 2133 и 788 были отстранены три члена участковых комиссий с правом решающего голоса, назначенные в состав комиссии по предложению партии Яблоко, которые мешали работе другим членам избирательной комиссии, вносили дезорганизацию, производили фото- и видеосъемку там, где перемещались по участку с камеров. К сожалению, там, где выдавались бюллетени, значит, там могли попасть персональные данные, паспортные данные граждан. И недалеко, рядом с кабинами тайного голосования, что категорически запрещено, потому что это может нарушить тайну воли изъявления. Вот, и также они еще фиксировали персональные данные, книги списка избирателей, проводили агитацию прямую, что тоже категорически запрещено. То есть это, ну, прямое нарушение закона. Также в Санкт-Петербурге на участковой комиссии 1615 был отстранен член комиссии с правом решающего голоса. Уважаемые коллеги, а можно гостя нашего предложить? Будьте, вот, значит, пригласите вот сюда на первый ряд, пожалуйста. Вот, вот у нас первые ряды свободные. Спасибо. Так, был отстранен член комиссии с правом решающего голоса, назначенный в состав комиссии по предложению партии «Справедливая Россия за правду», который вел себя агрессивно, пытался фотографировать список избирателей, отвлекал других членов комиссии, оставлял книгу списка избирателей без присмотра, за которую он персонально отвечал в соответствии с распределением обязанностей, ну и так далее. У нас законом прописано, как это делается, это рассматривает суд, в общем, все было так, как положено. Ну и по информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на текущий момент восьми субъектов Российской Федерации, я их сейчас перечислю, Республика Коми, Хабаровский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, на одиннадцати избирательных участках недействительными признаны семьсот девять избирательных бюллетеней. Семьсот девять. Ну это, конечно, ничтожная цифра, но я бы хотела сказать, это другие бюллетени, это не из-за порчи бюллетеней, о которых мы говорили вчера, там зеленка и так далее, там их было по стране двести сорок, а это отдельно, это по другим причинам. Причины, по которым оперативно были приняты решения о признании бюллетеней недействительными, следующие. Нарушение порядка при проведении голосования вне помещения для голосования, это в Коме и Хабаровском крае. Выдача избирательных бюллетеней для голосования за другого избирателя, это произошло в Самарской области. Превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакета, над числом избирательных бюллетеней, указанных в акте. Это в Свердловской области, в городе Москва и Санкт-Петербурге. Превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования, это в Севастополе. Некорректно был запечатан сейф-пакет. Видимо, поторопились, небрежно это сделали. Отсутствовала индикаторная лента на сейф-пакете, это на Северской области, и отсутствие печати участковой комиссии на избирательном бюллетене в Санкт-Петербурге. Я вот о чем говорю, совсем немного случая. Казалось бы, ну, такие можно было не обратить внимания, но у нас настолько система открытая, вот ничего сейчас не скроется. Это вот не только видеонаблюдение, скажем, в процессе которого ревностно следят большое количество наблюдателей. Я перечисляла, дальше перечислю. Ну и на каждом участке наблюдателя. Потом анализ, даже потом видеокартинки. То есть вот все эти детали, казалось бы, они были выявлены именно поэтому, чтобы никаких не было претензий, бюллетени были признаны вот эти 709 недействительными. Мы как никогда подошли строго, тщательно, не допуская никакой небрежности. Вы посмотрите, больших нет нарушений, вообще ничего такого, что обычно. Это уже детали. Но мы на них обратили внимание, ведь чистоты приняли такое решение. Ну, напомню, что у нас, тем более у нас было аккредитовано и на участках, на многих участках работали представители еще средств массовой информации. Ну, помимо наблюдателя. Их было аккредитовано 13 тысяч из 2,5 тысяч средств массовой информации. 10 тысяч точно мы установили, были, присутствовали на участках. Это только наши, только без учета зарубежных СМИ, которые также имеют право освещать работу избирательных участок, комиссии, ход голосования, подсчет голосов, только при одном условии. Они должны были быть аккредитованы в МИЗе. У нас был один случай, вчера мы разбирали, когда из одного международного агентства просто человек не предъявил аккредитационное удостоверение, а то есть от него было, не было, или это была провокация, но, естественно, без удостоверения никто его и участок не пустил. Все остальные работали, где хотели, ездили, где хотели, смотрели, что хотели. И у нас никаких замечаний по поводу свободы их движения и работы на участках нет. А при этом я хочу сказать, это вот насчет свободы слова, о том, что наша страна не демократична, у них там все замечательно. Дополнительно уже к аккредитованным в МИЗе при Министерстве иностранных дел, я говорила, называла, там приличная цифра была, еще дополнительно, на постоянной основе было выдано дополнительно аккредитация 600 сотрудникам из почти 200 иностранных средств массовой информации. Да, 80 специальных корреспондентов и технических сотрудников. Я вот вчера смотрела, когда уже сидел, ну, естественно, мы ночью не спали, работали. И, конечно, когда такой брифинг был спонтанный нашего президента, и когда, по-моему, корреспондент из СНН задавал ему вопрос, ну, отопитель того, что у нас здесь нет демократии, я думаю, вот я сейчас вспоминаю, и думаю, когда в последний раз наш российский корреспондент мог возможность задать вопрос, ладно там их президенту, ну, хотя бы вообще кому-то, чиновников высокопоставленного, там везде вот этих... Я не припомню в последнее время. Да, ну, что президент там-то, ну, это вообще, наверное, медведь в русском лесу сдох от удивления. Ну, в начале работы информационного центра я информировала о числе наблюдателей, которые были заявлены, наших российских наблюдателей, на выборах. Тогда они заявились, заявилось 333 599 наблюдателей. Так вот, нужно отметить, что по факту присутствовали почти 90% из них. Но это лучше, чем раньше. То есть все-таки раньше у нас где-то самый высокий показатель был, то заявится, а потом, ну, проценты, в лучшем случае, проценты 80. Здесь 90. По информации, которая поступила, мы ее собирали этой ночью, от региональных избирательных комиссий на избирательных участках, территориальных участковых комиссиях, территориальных избирательных комиссий в дни голосования работало, ну, почти до 290 тысяч наблюдателей наших. Из них 112 865 назначенных непосредственно самими кандидатами, их доверенными лицами. От политических партий 40 731 наблюдатель, от общественных палат 144 007 наблюдателей. На избирательных участках, за рубежом, на тех участках, которые были образованы на территориях других стран, присутствовал 41 наблюдатель, из них 40 были назначены общественные палаты, и один партий ЛДПР. Абсолютное большинство наблюдателей присутствовало в участковых избирательных комиссиях, то есть 296 315, территориальных 1288. Это тоже очень важно. Я хочу подчеркнуть, что когда протоколы, а у нас, еще раз хочу повторить, тут тоже вообще невозможна фальсификация. У нас, когда почитали голоса и формируется протокол, у нас применяется QR-кодирование. То есть его сканируют не только члены комиссии из разных партий, но и наблюдатели. То есть все уже у них есть, уже не обманешь. Когда в бюллетене протоколы доставляются, протоколы с результатами голосования доставляются в территориальную избирательную комиссию, там тоже работает видеонаблюдение, ввод протоколов газвыбора, присутствие видеонаблюдения работает, и обязательно контрольная комиссия, состоящая из представителей в основном оппозиционных партий. У нас не принято так. То есть под контролем. И уже когда в территориальной избирательной комиссии вот эти QR-кодированные протоколы вводятся, ни один, никто в том или ином регионе, даже субъектовая комиссия никак не может повлиять. Она напрямую идет. Никто не может повлиять, ни мы не можем. Идет напрямую в газвыборы. Ну, если сравнить, да, по сравнению с 2018 годом, когда у нас были президентские выборы, то общее число наблюдателей увеличилось, конечно. И более активными в этом году были политические партии, общественные палаты. Ну, я не буду подробно, я уже сказала, сколько, от кого и как. Давайте, да, теперь кого удаляли. Да, по наблюдателям картина понятная, да, все, по-моему, да, все, ясно. Удаление. Всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя в двух субъектах Российской Федерации. В Краснодарском крае один наблюдатель и в Амурской области один наблюдатель. Это на всю страну. Вот из этих 300, там, с лишним, почти 400 тысяч наблюдателей, два наблюдателя всего было удалено. То есть, еще раз хочу сказать, любой избиратель, любой партии, если желал наблюдать, имеет активную гражданскую порезицу, он мог заявиться в федеральной или региональной общественной палате, заявиться, пройти курс обучения, идти наблюдателем. Никому запретов не было. Но только потом уже должен, когда пришел как наблюдатель, вести себя так, как надо. Что здесь произошло? В Краснодарском крае во время голосования на избирательном участке номер 02-60, расположенном в селе Варваровка, это город-курорт Анапа, наблюдатель, назначенный кандидатом, уважаемым кандидатом, Николаем Михайловичем Харитоновым, спровоцировала конфликтные ситуации с членами комиссии, нарушала правила фото- и видеосъемки, на замечания не реагировала, неоднократно пыталась самостоятельно запечатать в сейф-пакет, но создала ситуацию, при которой вообще, то есть нервная ситуация, когда один из избирателей вообще отказался голосовать. Ну вот, и поэтому участковой комиссии пришлось обратиться в Анапский районный суд с иском в удалении наблюдателей из помещения. В данном случае суд у нас работает моментально, то есть тоже они готовы, то есть работает, оперативно реагирует. И, что касается второго наблюдателя, это на участке 22, расположенного в селе Новотроицкого, Благовещенского района Амурской области, наблюдатель, также назначенный доверенным лицом кандидата Николая Михайловича Харитонова, совершала действия, препятствующие работе комиссии, дестабилизировала обстановку на участке, мешала избирателям в процедуре голосования. Избиратели стали жаловаться, но их тоже пришлось обратиться в суд. Ну, да, сейчас вот мы закончим и приступят к работе наши миссии международные, но я хотела бы еще добавить несколько слов. У меня была возможность со многими встретиться, уважаемые наши наблюдатели. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто приехал. Не всем было легко это сделать по разным причинам. Огромное спасибо за желание действительно увидеть и узнать на самом деле, что происходит в России. Еще хочу напомнить, что официально у нас аккредитовано Центральной избирательной комиссии было 706 международных наблюдателей из 106 стран всех континентов. И также дополнительно у нас было еще 224 эксперта из 51 страны. Это молодые электоральные юристы, юристы, специалисты, эксперты. Это те участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми я встречалась именно по этой тематике. И они выразили желание разъехаться по России. Они были в 53 регионах, по-моему. В общем, посмотрели и ознакомились. И еще плюс 185 экспертов из 58 стран, которые прибыли в Россию именно по приглашению общественной палаты, то есть наших общественных организаций. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента в более чем 50 регионах России наблюдали этот ход голосования, а на 1115 международных наблюдателей и экспертов в общей сложности из 129 стран. То есть я подтверждаю эту информацию, о которой я говорила немного раньше. Ну и завершая тему, хочу сказать, что 21-го в четверг, когда мы будем подводить итоги, будем давать анализ, я как раз там поподробнее, я уже говорила, поподробнее расскажу и представлю те техники и технологии новые, с которыми столкнулись для того, чтобы, ну, попрепятствовать или дискредитировать выборы. у нас на этот раз появилась, ну, я бы сказала, усилилась еще одна такая ветвь, когда в основном это было из-за рубежа, те, кто уехавшие, негативно, то есть относящиеся, то есть практически, это я бы даже не сказала, да, то есть работа, скажем, которые стали заниматься антироссийской деятельностью, ну, считайте оппозицию, хорошо, пусть будет такая оппозиция, оппозиция разная бывает, оппозиция бывает, которая все-таки, критикуя власть, работает в интересах страны, а бывает оппозиция, которая власть критикует, но работает против страны, работает на другую страну, вот я говорю о второй оппозиции, которая власть критикует, хорошо критикует, но работает на свою страну, но когда власть критикует, но работает на другую страну, которая хочет твоей стране принести вред, вот для меня это не рукопожатная оппозиция, ну, вот такие ребята, которые уехали, они создали огромную сеть разного рода центров, хорошо подпитываемых, хорошими деньгами западных стран, один вот из Испании, бывший электоральный турист, турист, эксперт, юрист из Удмуртии, создал целую сеть, они вместе с проамериканской организацией, которая здесь много лет работала, эта сеточка инициировала поток, поток просто фиктивных фейфовых обращений, даже не утруждаясь формулировать большинство из них, ну, там хоть как-то близко к нарушениям по выборам. Поток обращений, псевдожалоб, там не попадалось что-то, но в основном, которые должны были захлевнуться наши комиссии, просто захлевнуться. То есть, понимаете, горящая пора, идет президентская кампания, идут обращения граждан и так к нам по разным вопросам, и тут возникает веточка, которая превращается в круговорот, в котором комиссии должны были утонуться, чтобы у них вообще не хватило времени на другое. Почему? Прекрасно знают, что у нас очень жесткое законодательство. Даже если в электронном виде поступило безумное какое-то совершенное обращение, мы обязаны обязательно отвечать. И если мы, не дай бог, быстро, вовремя не ответим, они на нас могут подать в суд. Вот это да. Нам пришлось, конечно, решать эту проблему, чтобы все-таки дать возможность комиссиями заниматься реальными проблемами избирателей и организовывать выборы. Следующее. Нескольких, скажем так, ярких представителей у нас такое общественное движение «Голос за чистые выборы», то есть это иноген у нас, да, те, кто уехал за рубеж, организовали, не буду сейчас называть фамилии, организовали такую сеть для того, чтобы взорвать видеонаблюдение. Для этого и к нам эта информация пришла от наших членов комиссии избирательных. Стали выходить на членов комиссии от разных партий с просьбой, чтобы они им ну, перекупить аккаунт. Аккаунт, позволяющий наблюдать за выборами, в режиме видеонаблюдения наблюдать за выборами. Более того, предлагали за это хорошую цену. Вплоть до того, что вывезут, организуют вывоз там в Испанию, в хорошую страну западную, помогут с трудоустройством. Это реально, это вот реальная информация. Почему так дорог был этот аккаунт? То есть большое количество таких аккаунтов, через которые члены комиссии тщательно следят, имеют возможность следить, и представители партии, как проходят выборы, они должны были передаваться высокопрофессиональным IT-специалистам в зарубежном центре. И это предполагалось, то есть предполагалось целые такие технологии просто вывести его из строя. Подмена видеокартинок и так далее, я не буду расшифровывать, но там целая большая система. Но мы тоже это предупредили. Я только вот маленькие, несколько эпизодов рассказала. На самом деле, я хочу сказать, за все наши работы в этот раз, традиционные, которые мы должны делать, было вот столько таких внешних. Они и внешне, понятно, постоянно все объясняли, что выборов у нас нет, выборы плохие, выборы недемократичные, непрозрачные, ну и так далее. Это такая информационная война, кибервойна, но еще была война грязных подводных технологий. Но все, этот весь мыльный пузырь лопнул, потому что мы сработали консолидированно и сообщество избирательных комиссий, несмотря на то, что там не менее половины представителей всех политических сил сработали, как единый организм в интересах наших избирателей. Дорогие коллеги, я благодарю вас за внимание. Всем, кому будет интересно, 21-го мы представим уже, когда будем рассматривать все уже итоги голосования, почему вдруг еще жалобы, у нас ни одной жалобы нет, который бы до сих пор, который бы необходимо было рассматривать на заседании Центральной избирательной комиссии. Но вдруг, на всякий случай, почему мы еще на четверть откладываем, вдруг что-то придет, мы будем обязаны рассмотреть, уже после этого подводить итоги. Тогда мы постараемся представить и другие аспекты, как проходила компания, с чем нам пришлось столкнуться. Еще раз хочу всех поблагодарить. Хочу поблагодарить и аппарат Центральной избирательной комиссии, который вообще работал, по-моему, днем и ночном. Хочу поблагодарить всех наших коллег в регионах и их аппараты за этот, ну просто, скажем, огромный труд. Я благодарю всех представителей законодательных и исполнительных власти регионов, которые помогали нам обеспечивать безопасность, транспорт и все остальное. Хочу поблагодарить всех представителей СМИ, наблюдательского сообщества за то, что мы выступили, несмотря на все разность, как единый консолидированный народ, переживающий за свою страну и желающий есть нормального, достойного, настоящего и будущего. Всем спасибо и до новых встреч. А сейчас я предлагаю, приглашаю, там уже организовывайте, да, мы уходим. Спасибо большое. Прошу коллег из протокола подготовить президиум. Первой у нас будет выступать миссия наблюдателя от СНГ. 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 СНГ.